Надо будет два глобуса купить я на тильду нажал, и у меня тап перестал работать. Я хочу попасть в офис Берка, Херка, Мерка, как его там зовут-то? Да, Берка. Я день не играл в миссинг-клинки, уже забыл. Ой. Нет, тут что-то страшного. Это как-то... Я подожду пока что. То есть мне повозвращаться назад! Собаки! Ладно, может быть, поверху получится пройти. Наверное, все-таки поверху лучше пройти. А мне сюда надо? Подождите. Я хочу сначала сюда пройти. Только каким образом мне туда попасть? Нет, мне нужно вот сюда пойти. Так, подождите, я же мог как-то камеру отключить, нет? Я не мог никак камеру отключить. Но можно, в принципе, и так обойти. Нет, чувак, не поворачивайся. Усё, я... Всё, усё, готов, ученка. Можно вообще-то, в принципе, наверное... Ой. Камера, иди нахрен. Не-не-не-не-не-не-не, подруга. Нет-нет-нет, не сегодня. Я тебе песенки петь не буду. Не заслужила. Едем к пацану, или как его, продавцу. Все время подойти два слова. Пацан, продавец... Подхожу просто к... ...продуктовому магазину и говорю, эй, пацаны, есть чё? Ну, и меня неправильно понимают, и поэтому думают, что я наркоман. Главное, так в аптеке не... Так, теперь... Теперь у меня правая кнопка не работает. Какого хера? У меня правая кнопка не работает. Я не могу... А, я здесь не могу приседать, что ли? Я могу вытащить оружие. Окей, здесь, видимо, нельзя прилипать к укрытиям. Привет, Гарвик. Гарвин. Дарвин. Чё, как сам? Ты Куин? Да. Да, это я. Дженсен, это? Одна Альфа. Не знаю, что я уверен. Да, я могу верить в это. Они удастся в течение времени, как ты. Я люблю играть по игре. Что, что работает, работает. Практический, чувак. Я... Просто... Попробуй, что ты делаешь, что ты делаешь. Одна Омега. У тебя круг на лице, чувак. Тебе циркулем, да? Вычерпали его. Ты можешь помочь мне. Попробуй? Да. Да. Она сказала, что ты ждёшь, что ты ждёшь. Три Альфа. Три Альфа. Три Альфа. Да ладно. Ещё две Альфа. Чё, какой-то сбор Альф сегодня, а других букв в альфа витах греческого вы не знаете альфа витах? Что? Ты... Ты фугитив. Ну, вот три Альфа. Он точно Альфа. Три Альфа. Альфа. Я не думаю, что ничего не надо делать с этой стесис-подом, который мы спали в корабле. Как ты знаешь об этом? Ах, так ты. Ах, так ты. Ну, давайте сказать, что у меня есть сроки, и твои маленькие рандомы, которые не заметили. Я тебе сейчас по Альфе врежут. Ага. Я даю тебе дешевле, когда я использую. Просто... О, фриви или хангейки. Но, как я думал об этом... Ты любишь для чего-то, что-то для чего-то, и не смейте немного лагеря? У меня есть альфа, который я могу использовать. Вуу. Роботёнка. Ты интересен? Ну, давай! Ну, давайте, кстати, его убедим. Вот всё-таки Альфа. Это... Ну, стопудово получится сделать. Это очевидно, что ты не симпатизирующий Белл Тауэр. Так что, если есть ещё что-то, что ты можешь сделать, чтобы увеличить мои усилия, чтобы уйти из этой базы в живой, я бы это очень понравился. Потому что я люблю тебя, и, эээ... Потому что, если вы увидели, что ты убил твою руку, или кафтрук, и поставил дампер на меня в день, я открыл специальный сток для тебя. Это, обычно, для одного клиента, но... Так как ты платишь. Окей. Ээээ... По поводу специального предложения... Давайте... Хотя нет, новая информация. Давайте сначала расспросим его... Чё, кого здесь? А вы здесь? Зачем, Квин? Господи, ты не видишь, Адам Дженсен? Он тут... Просто сидит и... Вордит циркулем по роже. Ведь так ведь? Что вы делаете здесь, Квин? В более цивилизированном мире... Вы можете сказать, что я пасшу для базы в литер-мейтенцингеер. Но если вы посмотрите от Белтар, я могу просто быть благородным гранатом. Пой-то хорошо, поэтому... Я не планирую. Если па-пой-пой-пой-пой, то почему в литер-маркет? Ну, почему не? Вы видите, цивилия контакты operate under different jurisdictions, When it comes to bringing outside goods into the base. So what? The rank and file grunts can only order and receive essentials, Toothpaste and the like. I, being the entrepreneurial chap that I am, For a more robust look of goods and services. You know, the sort... Smokes, beverages... ...and literature... How does this involve weapons? Now, let me finish. As an enterprise fellow, I require an exchange of valuables For these slightly less than essential supplies. And often receive some... ...very common... ...to contract or regulate equipment and exchange, If you catch me drift. Now, normally, I'll always talk through a contact on the mainland. But a deal in Shanghai recently fell through, So lucky for you, I've got some excess inventory to move. Consider this whole arrangement... ...a matter of fortunate timing. And Keitner is okay with all of this? Not exactly. You see, some time ago, the commander got wind On my little operation down here. But before she could throw me in the brig, I offered her something I knew she couldn't refuse. ...and information. I'm not bragging, but... ...I've managed to build myself quite a little network of sparrows and gophers. I'd known for a while, that she'd be in order for that Rick Berk. In the end, I reached a rather simple mutual agreement. I keep her in the loop. And she keeps my neck out of the news, so to speak. What can you tell me about this base? What can you tell me about this base? Nothing you don't know, probably. To the outside world, it's about our naval logistics headquarters and supply point for their Pacific operations. Under the surface, though, it's much, much more. How so? Look, nothing personal, mate, but I prefer the commander to most of the informing. As far as I'm concerned, the less I know, and more importantly, the less I say in this matter, the better off we all are. Oh, my God... ...Katner, tell me about the commander. Kater. Tell me about the commander, Kater. Lieutenant Commander, officially. But the Gruntstone Pino is not in mind to that. She's the commander, as far as they are concerned. It's the Reds who stick to the formalities, you see. Because they're Berks boys. The Spooks, special operations. You might say there's a bit of a division of loyalty among the troops. Be quite good to know Berks. Since Time Immortal has always been a rival of a sort between grunts and spooks. I always assumed that I came down to ego. But it's different here. Probably because Berks different. What do you mean? Well, first start, the man might be a righteous prick, but he's got the respect of his man. And I think he's a visionary based on some fancy tanky drum. In other words, I've got a lot of swords and a lot of power, and, uh... Well, I don't think that all the proverb needs to be repeated here. ... Look. I don't know if you've noticed yet, but... ...his base are all sneaky. О, и зачем он мне? Я не уверен, что фрагментные фрагменты не имеют. Я не уверен, что фрагментные фрагменты не имеют точно мой стиль. Смотри, я не скажу тебе, как ты делаешь свой работ или что-то, но ты не хочешь рассчитывать, что фрагментные фрагменты не имеют, да? Смотри, все, что ты должен сделать, это найти мне какие-то компоненты, и я сделаю остальное. Возвращаясь к фрагменту на 329, но я не смогу подчеркнуть их, до того, как они пришли к армору. Вероятно, маленький спаррагмент в моем работе успели уничтожить его через циркуляцию. Но он получил себе фрагменты, до того, чтобы собрать. Теперь моя маленькая бюта лежит вокруг базы, где-то где-то в черных кусках. Я имею в виду, не для того, чтобы быть человеком. Хе-хе-хе-хе, классное пояснение. Правда, так, длинная история короткая, ты нуждешь мне, чтобы собрать их и обратить их к тебе. Да, это по-моему, я бы сказал. Просто найдите мне триггер-моджу, скоп-ассембли, и лаунчер-баррел. И мы в бизнесе. Я могу скрепить остальное с остальными здесь, в магазине. Я увидел, что я могу найти, где они находятся. Если я знал, то я их собрал себе. Ну, отлично, мне еще саму рыскать. Смотрим очевидные места в первую очередь, как карго и обороны. Где Кейс? Кто-то нашел один из частей обороны администрации. Но я нашел их последний. Понял. 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 Нет денег за гарантию или гарантию. Ты это сделаешь, ты это сделаешь. Я так вошел в мастерскую, окей. Это мне все не надо. Патроны, патроны. О, блин. Это все мне не надо. Пиво, тем более. Куда мне столько пива, чувак? Ух ты, он мне точно, он же мне скидку дал. Нет. Ухууууууууууууууууу�ууууууУ, лазерная система прицельвивания, глушитель, б przeci-опщак от Stress-забжа, бла-бла-бла-бла. Зад lawsuits прик Yazop в hired wife competes,con REICI КУПИМ Спасибо за покупку, я в Квин Мартин. Не к нему, наверное. What the hell? Где я? Нифига себе, в какие пикуля я зашёл. Отлично, это всё ради чего сюда надо было идти? Так, наверное, я смогу сюда добраться, если я... Если у меня есть прыжки, наверное, высокие, длинные, дальние. И я даже хп не потерял? Окей. Нет, пива мне не надо, пива не-не-не. Не, пива не, я девочка приличная. Не-не-не, куда это? Куда его совать? Хорошо, давайте попробуем через балку. Так не надо было сделать сразу. Господи, куда я попал? Неужто Black Mesa? Видимо, это проход на второй этаж. Или даже на первый. Где я... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Это быстрый ход сюда. Окей. А чё, нормально выбрался? Не задев, не... Ничей разум. Иди в задницу, камера, ты... Ты глюпая! Пойдёмте, передадим привет этому чуваку. Привет! Привет! Как тебе зайти? Понял. Пока что никак, видать. Ну или можно, вот как-нибудь через ту вентиляцию, может быть. Так, я боюсь, что он может выйти из двери. Сейчас вот этот хрен. Поэтому сохранимся и попробуем взломать по-быстрому. Администрейшн. Да господи, какого чёрта? Успею. Да, даже не надо было ничего юзать лишнего. Дверь закройте, сволочи, страшно же. Вдруг кто появится, подойдёт мне по заднице. Это я возьму, это я тоже возьму. Полезно. Газетёнка. Ух ты, новая газетёнка. Дверь закрыта? Чтоб считать, закрыта хорошо. Люблю самозакрывающиеся двери. Они облегчают жизнь. Австралийский конфликт обостряется. Гражданская война, бушевавшая в республике Австралии более двух лет, может разразиться с новой силой. Там война была, окей. В субботу войска Южной Австралийской Федерации ЮАФ, возглавляемые наёмниками Белл Тауэр, вступили в бой с повстанцами из свободных штатов Австралии в районе Элис Спрингс в северо-западных территориях. Один солдат Белл Тауэр погиб, пятеро ранены. Такой результат ЮАФ назвала ничьей. Разумеется, любая смерть в Австралии принесёт страдания, заметил представитель Министерства обороны ЮАФ Дональд Фредел. Но прогресс есть, Белл Тауэр продолжает оправдывать свою репутацию и со временем восстание будет подавлено. Главный вопрос на кону приватизации или национализации нефтяных залежей на австралийских территориях в Антарктике. Отзыв биочипов вызывает не только головные боли. По всему миру в клиниках протез клиенты начинают устраивать ожесточённые стычки. Беспокойство по поводу сбоев биочипов, кстати, это хорошо встроили в историю, потому что как раз-таки сбой-то уже произошёл. А также слухи о приоритете обслуживания ВИП-клиентов, полицейских и военных, вызывают ожесточённые бунты. А здесь второй уровень доступа. Но я могу взломать, так что... Жопу кавас! Жопу кавас! Жопу кавас, это, видимо, одно слово такое. Нет, нет, нет! Я хотел сначала наверх пойти. Ладно, неважно. Прибытие подтверждаю. Запрос бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Лейтенант, я проверил наличие несанкционированных материалов на СРБ, а именно предметов обихода, класс 1 или личных вещей. У нас обнаружился избыток таких материалов, однако они поступили не из наших учреждений и не по обычным каналам. Тем не менее, мне не удалось найти доказательства связи базы с чёрным рынком. Могу лишь заключить, что вышеупомянутые материалы приносят солдаты при возвращении с поста или службы. Я сообщил о создавшейся ситуации командиру Кайтнера. Её мало волнуют мужские шалости, и она предложила мне нам потратить время с пользой и провести инвентаризацию. Шаловливые вальчишки! Интересно, чё это у них там? Может быть и резиновые женщины? Нет, ну я имею в виду, что резиновые женщины можно набить песком и повесить её под потолок, и, соответственно, бить, чтобы стать таким же успешным, как Валерий Сюткин? Неважно. Введение нового расписания приёма пищи, возбежание дальнейших инцидентов во время приёма пищи. То, что, словно, на базе будет ограничено. Обозраться, представляете? Инцидент во время приёма пищи. Это как? Это человек как бы жрал, 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 кроме того, кроме приёма пищи по расписанию. И как бы во время приёма пищи по расписанию начал доваливать пищу в себя, как бы, поверх. И лопнул? Что, ну, это вот такой инцидент имеет в виду? Ну ладно. Новое расписание приёма пищи будет опубликовано, резвенец, и... Бла-бла-бла, ближайшее время, инциклитная база, да? Да-да-да-да-да. В почтовом отделении станции не осталось свободного места, но это как Почта России, в принципе, так что неважно. Электронная книга. Мир лунатиков. Просыпайся, иллюминаты, тайные хозяева планеты. Представьте себе древнее тайное общество, распространившееся по всему земному шару и имеющее грандиозные планы на будущее человечества. Представьте себе группу, называющую себя иллюминаты, действующие из тени уже многие века. Это не ведомки, это реальность. Ну да, естественно, реальность, ведь я это видел уже полтора года назад, в первом Деус-Эксе. Иллюминаты вечно скрываются за занавесом, манипулируя всей планетой при помощи различных организаций. Что бы там ни говорили ООН, Всемирный Банк и Европейский Союз были созданы иллюминатами для достижения своих целей и до сих пор остаются под их контролем. Иллюминаты стремятся к миру во всем мире, который должен быть достигнут путем объединения государств под единым управлением. Они хотят управлять нами! Ну и что? Вы и так говне, кто бы это ни написал. Господи, сколько здесь канализаций? Надо было называть не миссинг линк, а канализейшин линк. Это... это DLC. Так понял, где я? Под камерами? Это х... А-а-а, вот он обходной путь. Я не могу к этому ящику. Приспособиться к которой сбоку. Привет! Пока! Извини. Чувак сраб... Я чё на него... Блин, офигеть, как я встал, классно. Это мне не надо. А вот это надо бы. Капрал Корн на борту Хэй Джэн Джу возникло нечто... На борту Хэй Джэн Джу возникло нечто-то ситуация. Арестован вооружённый преступник, тайно проникший на судно. Так, это мы по-моему читали. Больше ничего неизвестно. Однако, командир Берг решил бы зайти на борту, когда он приспортуется к СРБ. Я боюсь, всем сообщу лейтенант командиру Кайтнера. Я хочу, чтобы всё прошло гладко. Бергу обращаться запрещено, только отвечать на вопросы. Ещё прикажите Хаммандеру заслать по базе напоминание. Соро-о-о-о-о. С-КУ-КО-ТА! И что она намерена делать? У Кайтера нет здесь полномочий. И не знаю, о чём командование думало, когда отправилось сюда. Но точно не о ней. Вот чем я занимаюсь. What the fuck? Ну, будем думать, что он ковыряется в носу, потому что мне человек как-то... Эта картинка... Ну... Ну, не превращается в... Точнее, этот текст не превращается в стрельную картинку никак. А на чё он отвечал-то, кстати? Роберт Корн писал... Привет, жопа ленивая! Ну, это под подружески, конечно. Что делаешь? У меня на душу стоит один из дебилов Бергка, так что я делаю, что видишь, что очень занят. Хочу бы... Хоть бы уж Кайтнер от них избавилась поскорее. Не нужны мне напоминания безопасности. Я здесь ради денег. И не позволю, чтобы мной командовал какой-то киберботан, который до сих пор по ночам сытся. Охренеть. Кстати, что у нас со связью? Мне говорили, из-за шторма наружная связь с прибывающими судами. Надеюсь, всё исправили. Бла-бла-бла, это мы читали. Это мы читали. Устройство для хранения данных? Чего? И чё мне с ним делать? Бомба. Такс. Устройство хранения данных. А чё мне с ним делать-то? Жопу чесать, что ли? Не, ну конечно, удобно для чесания жопы, но всё-таки. К чертям камеры. Видимо, это какой-то наркоманский ящик с боеприпасами Потому что здесь были обезболивающие Обезболивающие Не понял Так, секунду, надо вернуться назад Или все-таки через дверь выйти и вынести этого мужика А давайте подождем, пока он придет Тем более, что никого здесь нету Когда он обернется, мы пойдем его и вынесем